Криса Хемсборта Крису пришлось набрать огромное количество мышечной массы для того, чтобы походить на этого инопланетного бога, с чем он, нужно признать, справился крайне успешно. Даже учитывая то, что выбор Криса на роль произошел за 9 месяцев до официального начала съемок. Но даже за 9 месяцев, ребята, набрать 10 килограммов качественного мяса, но не будем сейчас обсуждать, какими способами это можно сделать за 9 месяцев. Сейчас мы будем обсуждать питание Криса в рамках подготовки к роли в фильме Тор. Так вот, начнем мы с приготовления завтрака. Я бы сказал, богатырского завтрака. Сейчас мы с вами вместе этот завтрак организуем здесь и посмотрим, реально ли это съесть. Короче, с чего начинается завтрак? 8-10 яичных белков. Я уже разогрел ВОК, и мы делаем то, что делали с вами в свое время регулярно. Ну вот, тут отдельная тренировка с просонью, это 10-10 белков порубить. Итак, пока жарятся 10 яичных белков, делаем овсянку. Естественно, Крис не может, точнее Крис, мне даже не хочется его называть Крисом. Тор, настоящий Тор не может начать завтрак с чего-либо, кроме овсянки. Причем овсянка готовится на молоке. Мы разогрели предварительно молоко, так что в кипяченом молоке эта овсянка постоит у нас. Ребята, здесь, ну как написано в официальной диете, большая тарелка овсянки. Я вот эту тарелку даже не назову большой, но я скажу так. Я лично ем меньшее количество овсянки на завтрак. При этом мой рост 190, рост Криса Хемсворта 191. Мой вес 102, у Тора 100 килограммов. Поэтому я могу сказать, что вот это количество овсянки на завтрак для меня велико. То есть я съедаю меньшее раза, наверное, в полтора. Здесь 150 граммов овсянки. И в 150 граммах овсянки содержится порядка 80 граммов углеводов. Я делаю овсянку на воде. Тор делал овсянку на низкожирном молоке. Так, яичные белки тем временем у нас приготовились. 10 яичных белков у нас здесь. Так, большая тарелка каши, залитая молоком обезжиренным. Дальше на завтрак богатырский полагается стакан обезжиренного йогурта. Персик целый, один. Дальше как будто этого недостаточно. Написано было следующим образом. Половинка бублика, намазанная плавленым сыром обезжиренным. Бублика не нашли, помазали на хлеб. Причем я думаю, что половинка бублика больше, чем этот кусок хлеба. Но меня вообще, честно говоря, удивило. Вы столько раз спрашивали про хлеб, я хлеб практически не ем. Крайне редко. Вот. Крис же получается, каждое утро лупил вот этот вот бутерброд с плавленым сыром. И вот это, друзья, вы, наверное, думали, что это уже богатырский завтрак. Но я скажу нет. Еще к этому выпивался протеиновый коктейль с количеством белка 40 граммов. Итак, что можно сказать лишь про этот завтрак? Ребят, я, конечно, не знаю, как вы. Съесть, пожалуй, это можно. Зараз. Все зависит от того, насколько голодным человек проснулся. Вот это съесть можно. Но если представить, что сюда еще 40 граммов протеина из протеинового коктейля. Итого у нас получается на завтрак порядка 90 граммов белка. Как вам сказать? Действительно, во все времена в литературе бытовало мнение насчет 30 граммов за один прием. Я лично съедаю и позволяю себе съедать больше. 40, 50, иногда даже 60 граммов. Но не 90 граммов на завтрак. Хотя, опять же, все возможно. Все зависит от аппетита и от способностей организма, естественно. Итак, двинемся дальше. Сейчас на экране вы видите второй, третий, четвертый, пятый и так далее приемы пищи. Друзья, я уж не буду комментировать сейчас все составные части этого диетического плана. Но хотелось бы прокомментировать еще два блюда, которые, во-первых, одно из них я никогда в жизни не пробовал. И сегодня попробую вместе с вами. Это каша, которая называется квиноя. Славится она тем, что, несмотря на растительное происхождение, имеет полный аминокислотный набор по белкам. Я думаю, что это пшеная каша, но на самом деле нет. Это продукт другой, может быть, семейство тоже. Короче, я предлагаю ее сегодня приготовить в том количестве, в котором ее ест Крис. Ну и оценим вкус. Согласно инструкциям, эта каша варится в течение 5 минут. И 5 минут еще и надо постоять, поэтому я ставлю просто на 10 минут и на старт. Так, пока у нас готовится квиноя. Вот мы сегодня запланировали целую кучу всего. Хочу приготовить коктейль протеиновый, который Тор выпивает вечером. Точнее, я уже не знаю, какой там прием пищи. Надо посмотреть, 6, 7 или 8, когда столько приемов пищи. Ну, в общем, диковинная смесь и сок, и банан, и мед. В общем, посмотрим. Ну вот, ребята, пока я все это готовлю, вы представляете, что у меня происходит в организме. Я хочу все это пить, есть, пробовать, но вот не помещается даже в один пустакан. Ну вот, почти. Я так скажу, благодаря тому, что жидкости было много, и апельсиновое сок, и молоко, я, правда, не знаю, зачем это, апельсиновое сок, и молоко. Виколь, попробуй тоже оцени. Ну, попробуй. Оцени, просто скажи зрителям, что ты думаешь сама. Да? Просто у меня все время выражение лица, людям кажется, что я какую-то муть намешал. И только говорю, и только говорю, что вкусно. Мы, на самом деле, экспериментируем все время с точки зрения смесей протеиновых, причем разных видов протеина, и сыворочного, и казеинового. Вот в последнее время я на казеин как-то перешел, и меня радует вообще. Но только мне кажется, что казеин даже на воде просто можно сделать, и уже хорошо. Короче, ладно, возвращаемся от лирики к делу, Вику прям не оторвешь. Отлично. Ребята, а, кашу, каша квиноя, как там, кашка-квинашка, назовем ее так, уже готово. Квиноя. Ага. Я вообще представления не имею, что сюда можно добавить для вкуса. И как-то, Вик, ну что, есть? Горячо. Это вообще без вкуса. Ребят, я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Такой продукт точно не может надоесть, потому что в нем нет вкуса. Что-то я проголодался, пока готовил. Так, ребят, что я хочу вам сказать по поводу всего этого сегодняшнего несколько сумбурного действия. Но мы хотели показать вам действительно этот поистине обширный рацион, который использовал Тор. Для того, чтобы стать Тором, ему действительно приходилось есть много. Правдивая или неправдивая эта диета, сказать очень сложно. То есть это то, что публикуется как официальная диета, которая использовалась в период подготовки и набора мышечной массы к фильму Тор. Лишь мы с помощью нашего опыта и какого-то субъективного взгляда можем судить о том, реально это или нет. Но одно можно сказать точно, то, что результат заслуживает уважения. Но уже наше с вами право применять эти диеты в своей практике или нет. Дальше хочу обратиться ко всем девушкам, которые смотрят этот блог. Присылайте, пожалуйста, рекомендации по тем звездам женщинам, которых вы бы хотели рассмотреть и чью диету вы бы хотели здесь разобрать. Дальше еще одно пожелание для вас относительно Инстаграма. Ребята, буквально пару месяцев назад я начал выкладывать всевозможные фрагменты съемок и какие-то закадры. Какие-то просто фрагменты жизни, которые, я надеюсь, вам будут интересны. Но самое главное, там мы анонсируем новые выпуски. Поэтому те, кто еще не подписался, подписывайтесь, будьте в курсе тех выпусков, которые находятся в стадии подготовки и узнавайте первыми, когда этот выпуск выйдет в эфир. Но в остальном, что я вам могу сказать? Спасибо огромное, что смотрите, спасибо за ваши комментарии и мы увидимся совсем скоро. Пока!